С 1 января 2018 года в Казахстане начали выплачивать единое пособие нового формата, которое объединяет три существующих социальные выплаты для малообеспеченных семей. Адресную социальную помощь, детское пособие и специальное государственное пособие. Если ранее право на получение адресной социальной помощи и государственных детских пособий напрямую зависело от дохода семьи, а пособий для многодетных матерей от количества детей, то введением новой системы социальной помощи, получателям одновременно с получением социальной помощи, предоставилась возможность трудоустройства, повышения квалификации, переподготовки и иных форм участия в занятости. Для этого с семьёй заключается социальный контракт, согласно которому человек обязуется принимать все меры содействия занятости социальных служб. Более того, адресная социальная помощь текущего года может быть предоставлена единовременно для открытия собственного дела и развития личного пособного хозяйства. С начала года такой возможностью в Кустанайской области воспользовались уже 46 семей. Таким образом, новая модель адресной социальной помощи позволяет обеспечить скорейшее выведение семьи из трудной жизненной ситуации через вовлечение трудоспособных граждан в полную экономическую жизнь. В органы занятости уже обратилось 529 семей на назначение безусловной денежной помощи, решения по 511 из которых уже приняты. По словам Гульнара Бенова, внедрение подобного пособия позволит вывести из состава получателей адресной социальной помощи трудоспособных граждан и взамен пассивной социальной поддержки вовлечь их в активные формы занятости. В этом году на пособие в новом формате предусмотрено 956 миллионов тенге. Дерах Мечин, Татьяна Калюжная, РТН